Вопросы освоения техногенных месторождений топлива В настоящее время отвалы горнодобывающих и металлургических предприятий как перспективные источники сырья для различных областей индустрии издавна привлекали внимание. Исследований последних лет установлено, что в России к настоящему времени вы только вдумайтесь в цифру, накоплено свыше 50 миллиардов тонн техногенных отходов, содержание металлов которых нередко превышает их содержание в рудах, извлекаемых из недр и поступающих на обогащение. Особенно это относится к старым отвалам и хвостохранилищам, которые формировались в 40-е и 50-е годы прошлого столетия, когда не уделялось должного внимания комплексному изучению минерального сырья, а кондиции добычи и переработки были значительно выше современных. Однако до настоящего времени техногенные месторождения используются в незначительных масштабах. Основной причиной является то, что для широкого вовлечения их в переработку требуется строительство практически новых производств, реализующих новые технологические принципы и решения, которые разработаны, как правило, на уровне научных открытий, лабораторных или полупромышленных исследований, редко доведены до промышленного производства. Перспективность использования техногенных месторождений очевидна, так как использование позволяет одновременно решать целый ряд экономических, социальных и экологических проблем. Целесообразность переработки техногенных отходов с последующим извлечением полезных ископаемых диктуется постоянным удорожанием сырья, извлекаемого из недор. В связи с разработкой месторождения на все более значительных глубинах, часто с закономерным понижением содержания ценных компонентов. Достаточно сказать, что практически все российские руды, алмазы переходят сегодня с открытого способа добычи на подземные. Последние 30 лет стоимость сырья неуклонно растет на 5-10% в год, несмотря на внедрение новой техники и даже автоматизацию некоторых производств. Немаловажную роль играет истощение запасов поленских ископаемых в недрах земли, а также снижение производства труда и уменьшение темпов добычи поленских ископаемых в связи с постоянным ухудшением горно-геологических условий и добычи больших глубин и бедные руды. Нашу позицию по поводу отходов можно сформулировать кратко. Бережное и уважительное отношение к отходам – это источник минерального сырья будущего поколения. Отходы – это отложенные золотой копилкой нашей страны. Таким образом, переработка отходов может служить локомотивом развития промышленности в отдельных регионах России и мира. Всегда возможно организовать добычу при минимальной доходности ради новых рабочих мест и экологической безопасности. А отходы в силу необходимости их комплексной утилизации – идеальный инструмент для осуществления этой цели. Я хочу сказать, что уже в ближайшее время будет принят ряд законодательных актов по ужесточению требований к образованию отвалов, а также актов, способствующих их переработке с экономической точки зрения. Во многих таких месторождениях накоплено как строительные, так и более ценные компоненты. Эти отходы – это отходы горнодобывающих предприятий, мировейских производств, топливно-этического комплекса и химических отраслей. Вовлечение в переработку техногенного сырья обеспечивает сохранение расходов на поиск новых и разведку новых месторождений, сохранение истощающихся минеральных ресурсов недра, как запасы в полезных компонентах на ближайших месторождениях на ближайших десятилетиях, улучшение условий труда, так как они решаются на поверхности, освобождение земли. Таким образом, все вышеполечислено указывает на актуальность и важность проблемы переработки и полной утилизации отходов. Уже существующие перспективы технологии разработки позволяют оптимально оценивать прибыльность переработки техногенных месторождений. Я приведу лишь несколько примеров вам. Исследование, проведенное в России в конце XX века, показало возможность применения биотехнологий в производстве безобжигового вяжущего автоглавного твердения на основе железистых шлаков цветной микроргии. Были получены вяжущие и мелкие зернистые бетоны прочностью нажатия 20-80 мА и морозостойкостью 500-100 циклов. Экономия затрат на этом составляет 50-70%. Трудозатраты 20-40%. Экономический эффект при такой разработке – это 78% по сравнению с традиционной технологией. Например, разработан теплоизоляционный жаростойкий пеновербитокулитбетон плотностью 250-400 кг на кубометр, прочностью 0,6-2 мА. Он изготовлен с использованием отходов тонкодисперсных гранулированных шлаков, зол и предназначен для огневой защиты и теплоизоляции строительных конструкций зданий и сооружений, а также тепловых отходов и труб. Расчеты показывают, что комплексное использование сырья и техногенных продуктов дает возможное увеличение отпуска многих видов продукции на 25-30% и снизит себестоимость в 24 раза. Проблема утилизации крупнотоннажных отходов интернациональна. Ей приводится, дает большое значение. Лишь в США объем использования утилизации техногенных продуктов составляет 20%, а в развитии, в России, странах Европы сегодня 62% и до 70%. Я могу сказать вам, в целом только на Урале ежегодно образуется 5 млрд различных отходов, в том числе 6,5 млн тонн хвостов обогащения медных и свинцово-цинковых рот. Всего в регионе накоплено свыше 220 млн хвостов обогащения, складировано свыше 110 млн тонн медных шлаков, содержащих в среднем 0,37% меди, 2,2% цинка и 0,08% серы, а также более 7 тонн золота, 150 тонн серебра, 23,000 тонн висмута и 8,000 тонн катни. По ориентировочной оценке в отходах медной, свинцовой, цинковой, никель-кобальтовой, рефромоблочной и оловянной, алюминиевой подотрасли содержится более 8 млн тонн меди, 1 млн тонн свинца, 600 тысяч тонн олова, 200 тысяч тонн молибдена, около 1 тонны золота и 12 тонн цинка, серебра, что равноценно открытию новых месторождений. Вот можно даже привести пример, вот здесь господин Полонкоев, который возглавляет группу Акрополь, разрабатывает сейчас вольфрамовые, не вольфрамовые месторождения, правильно, вольфрамовые техногенные отходы в Бурятии, где построена была фабрика и очень выгодно отрабатывается. Я это говорю для того, чтобы турецкие бизнесмены ориентируются на перспективу, которая открывается здесь в России в переработке отходов. Это практически нетронутые отрасли, практически. И сегодня сюда, я считаю, каждый затраченный рубль, он будет возмещен значительной прибылью. Особенно для тех, кто первый придет на этот огромный, практически нетронутый пласт. А мы можем оказать содействие всем этим продвижению этих бизнесменов, этих технологий на российский рынок.